В школах нужно преподавать экологию, а в Госдуме продвигать законы, которые помогут сохранить окружающую среду Сибири. Такие предложения высказали члены Координационного совета. Но это в перспективе. А первые вопросы, которые обсудят специалисты, – проблема отходов производства и ликвидация накопленного за много лет экологического ущерба. В Координационном совете собрались люди, заинтересованные в решении этих проблем. А когда собираются заинтересованные люди, они работают. И, конечно, мы ждем в первую очередь законодательные базы, которые позволят решать проблемы уже накопленного экологического ущерба. И, самое главное, предотвращать накопление, образование такого ущерба в дальнейшем. Совет также будет разрабатывать заявки на гранты в сфере сохранения редких животных и растений. Кроме того, займется привлечением экспертов-экологов для оценки воздействия крупных проектов, таких как БАМ-2, на окружающую среду. Никто не может взять на себя ответственность и сказать, что это наносит ущерб или не наносит ущерб природе. Просто нет такого, не существует органа как такового. Поэтому, конечно, безусловно, эти вопросы для нас, во всяком случае, очень важны. Биоэнергетика, расчеты выбросов вредных веществ, экологическая культура – это все также будут обсуждать на заседаниях Совета. Встречи будут проводиться в разных регионах Сибири, не реже двух раз в год. Под председательством главы Бурятии. Евгения Панарина, Сергей Петров, Новости дня. Евгения Панарина, Сергей Петров, Новости дня.